на канал из агент поступил такой вопрос не доверяясь моему мужу как быть как выстроить отношения доверительные но речь идет о женщине прежде всего конечно именно с этой позиции но от чего можно не доверять мужу конечно это бывает тогда когда вообще есть привычка осуждать осуждать людей но в частности это переходит и на близких том числе на мужа не доверять мужу можно тогда когда есть вообще привычка привычка перенствовать и получать и еще как-то превозноситься эта привычка она тоже переходит на близких людей приходит в том числе на мужа не доверять мужу можно тогда когда не хватает вообще доверия богу когда богу доверяешь когда полагаешься на его промысл когда веришь его благость его любовь когда сама любишь бога то и эта любовь она переходит ко всем и близким том числе к мужу на мужа если ты не доверяешь пор значит может быть нет совершенства в любви к мужу прежде всего значит ты любишь себя а не мужа большей степени но как быть как научиться доверять вот чем вопрос но чтобы научиться доверять мужу надо все-таки женщине поставить себя на подчиненное место начать с этого надо мужу дать возможность быть главой семьи надо уважительно относиться к тому что он говорит уважительно относиться к его мнением и убирать себя когда он делать какие-то замечания когда он проявляет свои какие-то желания я говорю добрых желания конечно таких конструктивных желаниях не подавлять его творческие способности своими мыслями все же выслушать его до конца не каждый человек не каждый жена может до конца выслушать мужа не каждая жена может захотеть понять его до конца она хочет чтобы ее поняли только не услышали не каждая жена может посочувствовать мужу искренне и вообще жить его проблемами это тоже не так просто ведь зачастую жены живут своими проблемами проблемы своих детей проблемы своей семьи и муж в этой семье наполняет роль некой функции вот он что-то должен все время он должен зарабатывать он должен обслужить он должен быть и сантехником и мусор вынести и что-то починить и быть водителем и чего еще только не должен быть и вот этот должен хорошо бы убрать из лексикона не он должен а каждый пусть себя считают должным пусть жена себя считают должной быть помощницей быть утешительницей быть тем кто поддержит то порадует кто живет проблемами своего мужа той кто кого интересует его душа прежде всего его духовное состояние том числе не является ли это неким таким растворением другом человеке и потери себя нет не так потому что ведь мы знаем еще написание что жена да убоится мура своего в каком смысле убоится не физически убоится не об этом речь боится разрушить вот это единение когда оставить человек отца своего и матерь свою и соединиться женой своей и водит два плоть едину вот это единение вот этот организм надо бояться разрушить конечно речь идет не только о жене просто мы сейчас говорим о позиции жены и когда же она ставится такое подчиненное состояние ради бога ради христа когда муж для нее является таким домашним епископом главой и домашней церкви тогда господь и мужа вразумляет и жене дает много мудрости много мудрости через смирение и прежде всего тогда в такой семье живет любовь и вы христианская о которой как нельзя лучше сказал апостол павел послание коринфянам он сказал так любовь долго терпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мысли зла не радуется неправде а сорадуется истине все покрывает всему верит всего надеется все переносит и лучше про любовь никак не скажешь и вот проявление проявлением доверия к мужу будет являться вот именно такая любовь любовь христианская любовь во христе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео